Всем привет! Всем привет из Канады! Сегодня мы с вами гуляем по H&M. Много уже вещей из летней коллекции, ну практически все вещи из летней коллекции. И что мне понравилось, очень много вещей из натурального льна, хлопка и вискозы. То есть много очень натуральных тканей, прям таких вот летних вещей. В отпуск, на дачу, на прогулку. Поэтому давайте кое-что посмотрим вначале, а потом я вам в примерочной покажу, что я нашла, что мне понравилось, что я решила примерить. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... Мы в примерочной Вечене. Я кое-что поснимала. Кое-что из того, что я снимала, я принесла с собой в примерочную. У меня сегодня голубая тема. Вот прям по цветам у меня. Я хотела еще поснимать вам украшения, обувь. Но у нас почему-то очень маленький, очень ужасный выбор с украшениями, с аксессуарами вообще Вечене. Ну, в всяком случае, вот в этой локейшн, в этом городе, в котором я живу. И поэтому я походила-походила, но ничего не сняла. Ни сережки там, ни бусы, ничего такого, потому что что-то не на что смотреть. Давайте будем проверять. Все такое летнее. Очень много натуральных тканей, очень много льна, очень много хлопка. Как всегда, масс-маркет нас радует натуральными тканями, что очень приятно, на самом деле. Синтечки все меньше и меньше, я должна сказать. А, ну и я сегодня. Брошечка бусики, как и всегда. Лососевая такая рубашка у меня из Массима Дотти. Пиджак, не помню, Бенни, не помню, что-то такое. Джинсы, кстати, H&M. И пустые босоножки, тоже не помню, чьи. Но брошечку с бусиками я сучит, ну, как всегда. Давайте проверять. Решила я начать с пиджака, который к моему аутфиту подходит лучше, чем мой, в котором я пришла, по-моему. Прекрасного цвета, голубой, нежно-голубой такой пиджак. 52% лен, 48% бискоза. Единственное, что подкладка полиэстер. Но сам пиджак, в общем-то, совершенно натуральный. И очень красивый. Не знаю, мне он очень нравится. Размер медиум стоит он 60 долларов. Очень легкий. Совершенно такой, знаете, на лето. Просто вообще великолепный, я считаю. Он прекрасный. Такой, знаете, хорошие плечи. Не очень широкие. Он не очень большой. Потому что в последнее время в H&M какие-то огромные стали пиджаки. А этот, вот прямо такой, знаете, правильный оверсайз. Длинный такой, большой. Хорошие такие карманы. И это размер медиум. Симпатичный очень. Повторюсь, медиум 60 долларов. 52% лен. 48% бискоза. Очень хорошо сделан, хорошо отглаженный, ласканный, хорошо сшит. Знаете, аккуратненько так. И очень приятная, очень приятная, тонкая ткань. Прямо мои самые лучшие рекомендации. Красивый пиджак. Следующая вещь, это такой летний жилет. На мой взгляд, очень ничего. Тоже приятного, очень голубого цвета. Опять же, я еще в зале его снимала и показывала вам, что он наполовину хлопок, наполовину синтетика. Но половина, в общем-то, в нем хлопка. И он очень чувствуется хлопок, очень приятный. Хорошая длина, хорошая ширина. У меня это, по-моему, медиум. Стоит он 30 долларов. Совсем недорого. И вот такой вот, знаете, именно на лето жилет. Потому что он не сделан из половины хлопка. И, по-моему, это очень удачное такое, знаете, сочетание. И, опять же, на такое прохладное-прохладное лето. Мне нравится. Красиво, хорошо сделан, хорошо связан. Вполне. Пардон, это смол. 30 долларов он стоит. И это размер смол. То есть, видите, он такой очень оверсайзный. Но хороший, хороший, хороший жилет. Особенно, что сейчас жилеты в моде. Цвет очень красивый, нежный, нежный голубой. Такой же, собственно, как цвет этого жакета. Абсолютно один в один. Рубаха из натурального льна. В принципе, может быть, как и платье. Потому что, видите, здесь разрезы не такие большие. Но я оставила ее с джинсами. Можно с белыми, можно с джинсами. Можно с юбкой какой-то, с шортами даже вниз. Если вот так вот ее подрастегнуть. Это может быть как верхняя. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Видите, если ее расстегнуть. Мне даже больше так нравится. Не как платье, а именно как верхнее. У меня нет никакого топика вниз. Но если надеть вниз какой-нибудь топик, на шлейчках. То вот так вот ее расстегнуть. И носить как верхнюю такую рубашку, накидку. Можно носить шортами из топика. Можно носить джинсами с белыми брюками. В общем, можно на купальник носить на пляж. На самом деле, по-моему, самый лучший вариант. Потому что это лен. Стопроцентно чистый лен. И в принципе, в нем не жарко. И вот как верхнюю такую накидку на купальник. Или на лето. Вот на шорты, на топик какой-то. Или просто вот даже как платье. Она даже не очень светится, если честно. Хотя она ведь такая белая. Но видите, вот она особенно не светится. Это размер medium. Она очень в объемное. Видите, такая большая. Не маленькая рубашка. Не, немножко светится. Все-таки вот видны мои джинсы. Но не страшно. Если надеть светлое белье бежевое, то мне кажется, не будет ничего светиться. Джинсы темные, да? Ну, в общем, очень, по-моему, практичная вещь. 40 долларов она стоит. Прекрасное, по-моему, вложение на лето. Ну, в смысле, вложение. Что ее можно очень использовать во многих ситуациях. Вот именно как верхнюю, как накидку, или как платье, или даже вот на пляже. Медиум 40 долларов. Видите, она очень большая. То есть вот у нас остались large и medium. Small, extra small нету, потому что, в принципе, разобрали. Девушки, которые похудеют, им нужны small и extra small, потому что medium очень широкий. Но для девочек побольше размеров, medium будет в самый раз. И 100% леон. Шикарно, шикарно. Она такая легкая совершенно. Прямо совершенно такая летняя-летняя вещь. И расцветка приятная. Белая вот с этими синими полосками. Она такая, ну, интересная. Согласитесь. Смотрите, какое интересное платье. Мне оно понравилось. Еще на вешалке. И цвет, и фасон. Всего лишь 33 доллара стоит. 85% из коза. Я таки снимаю и думаю, что тут подозрительно тихо. Кто-то сейчас должен прийти и начать орать. И вот, когда я надевала это платье, там, значит, продавцы собрались за дверью. И начали какие-то свои разборки, выяснения. Так, будем перекрикивать. Значит, платье очень интересное. Ну, посмотрите, какой интересный фасон. Видите, оно все сделано на пуговицах. Это размер смол, чтобы вы понимали, оно небольшое. То есть, не маленькое, наоборот. Овер, овер, недо, овер. Ну, в общем, короче. Меньше, чем должно быть. Потому что я не смол никаким образом и никак, и ни в каком месте. Но вот, тем не менее. Значит, видите, какое оно интересное? Здесь такие два хвоста, как будто бы, которые связываются в такой узел. И сзади вот оно довольно прямое, неотрезное. А здесь вот оно отрезное. И вот собирается вот такое вот. Очень интересное платье. Я считаю, очень интересное. Красивый цвет. И состав неплохой. 85% из поза. Это, по-моему, совсем неплохо, на мой взгляд. Правда же? Видите, как оно сделано? Здесь оно отрезное. И вот здесь вот эти вот пришиты две такие веревки. Ну, не веревки, а как ленточки. Не знаю, как это называется. Вот так вот. И вот так они завязываются на узелок. И получается... Кстати, можно тоже немножко завязать больше, завязать меньше. То есть оно такое, ну, flexible size. И это смол. Вот, видите, не наврала. Действительно смол. И действительно написано 85% из поза. 33 бакса. Хорошее платье, красивое. Ткань-то немножко мятая. А манжет такой, знаете, видите, вот его можно загнуть. И будет он такой, как будто бы отложенный. Еще одно платье тоже в тему моды. В тему жары. Это large. Ну, можно было бы и medium. Вот, посмотрите, вот это смол, да? Вот это вот. А это large. Ну, они примерно... Ну, это, конечно, побольше, но, в принципе, нормально. Ничего страшного. Можно было medium, но large тоже нормально. Может, можно было и small. Сто процентный хлопок. Красиво сделаны рукава. Такие вот внизу суженные фонариком. О, дети начали орать. Тоже хорошо. Мы это тоже любим. А внизу такой, знаете, как будто бы валанчик. И вот здесь вот оно интересно сделано. Видите, как-то оно здесь застрочено. И здесь такая, как будто бы, складка спереди. И сзади, по-моему, то же самое. Ну, что, хорошее платье. 40 долларов. Сто процентный хлопок. Что плохо? На лето. Единственное, что вот в H&M мне не делают карманов. Жалко. А вообще... Легкое, свободное. Такое, знаете, тоже легенькое-легенькое. Хорошее платье, девочки. Очень. Прям очень. Мне нравится. Ну, только я взяла, если бы себе брала, я взяла бы размер поменьше. Потому что оно, конечно, такое. А может и нет. Свободненько, хорошо дышит, колышется, прекрасно. Видите, как оно здесь сделано? Вот так вот зашито. И вот такой вот, такая складка. И сзади вот что-то подобное тоже. Видите, здесь так вот расклешается. И внизу мне сделан валан. Такое, знаете, немножко даже как джинсовое. И красиво рукав. Вот так вот сделан. Как помните, в косе я вам показывала. Вот в косе вот так вот делают рукава. Что он как будто бы сзади длиннее рукав, чем спереди. Смотрите, класснючее джинсовое платье. Оно на сейле за 20 долларов сейчас всего лишь. Размер ларс. Немножко мне оно великовато. Слишком как бы много тканей. Ну, посмотрите, какие красивые рукава. И вот в чем еще проблема, что здесь, видите, вот эти вот пояс находятся вот в этих вот шлепках. И мне это слишком низко. Вот я его вытащила и завязала вот здесь. Мне надо повыше. Ну, что с ними делать? Можно отпороть, а можно оставить для прикола. Не знаю. Карманы. Такое не очень короткое. Ну, в меру короткое. Слушайте, как вам нравится? Вам нравится? 20 баксов всего лишь. Мне прям даже нравится. Такой хороший джинс. Вот такая толстая хорошая джинса. Ширковата немножко, но может это и ничего. Может так и должно быть. Ну, что такой ларш такой большой? Я не знаю. Ча-нибудь совсем с ума сошли. Всякие размеры стали странные, непонятные. Давайте без пояса попробуем. Как оно будет делать. Ой. Не открылась дверь. Так. Слушайте, а без пояса даже лучше. Такой широкий мешок. Прям мне нравится. Правда же? Без пояса даже лучше. Вот эти штуки можно отпороть. Носить его вот так. Как вы считаете деньги? Не знаю. Пока мне напишите, я же уже уйду, я же не буду. Что делать? Что делать? У вас подать папку. Недорого. Хорошее платье. Красивое. Мне нравится. Чуть-чуть поменьше было. Чуть-чуть. Ну, посмотрите. Видите, как-то. Слушайте, такое прикольное платье. Я не знаю. Ну, как бы мне захотелось его померить. Посмотрите, какой класс. Какие рукава. Что-то с чем-то. Это так красиво. И оно так интересно сделано. Оно такое выше колена. Это смол на мне, девочки. Смотрите все внимательно. Какая я двемолочка. Ну, такое немножко ночная рубаха. Но оно такое интересное. Светится. Видите, просвечивается. Хотя оно мне бежевое. Ну, такое темно-бежевое. Извиняюсь, турселя. Но оно такое интересное. Единственное, что в нем большой недостаток, что у него сзади довольно низкий тоже вырез. Как бы мне вам показать-то. А, тут есть это, зеркало. Сейчас я переверну. Секунду. Раз. Оп. И вот он мы. Так, ну что. Вот, видите. Вот мой телефон торчит. Это не весь гуд. Вот так вот оно, видите, выглядит сзади. Но... Какое... Ну, прикольно же, да. Прямо такое... На ночь его на Ивана Чупалы надевать. Я из Беларуси, и у нас там празднует. Ну, светится. 30 долларов всего лишь. Вот это вот. Только за это можно взять намного больше. Уже можно взять 50. Это какая-то высивка, это какая-то сетка. О, боже мой, как мне она нравится, девочки. Вы скажите, что я сумасшедшая, а? Чокнутая, да? Немножко. Но... Что-то такое в нем есть. Непреодолимо привлекательно. Не знаю. Мне так нравятся вот эти рукава. Видите, какие? Держите меня, держите меня шесть. Ну, посмотрите, какая красотина. Боже мой, как красиво. Я сказала, что в нем 87% вискоза или нет? Наверное, сказала уже 4 раза. Но я не пум. Посмотрите, какая красота. И вот сзади оно, видите, вот такой вот, ну, довольно низкий вырез, я вам показала. Видите, оно тоже все как-то из клинушков, из каких-то сшито. Интересное платье. Всего лишь, всего лишь 30 долларов размер смол. Опять не набрала. Вот такая вот неслыханная красота. Всего за 30 баксов. Мне просто вообще, что такое в нем есть что-то? Бранд. Красиво. Шикарное платье сицилианской вдовы, девочки. И это экстрасмол. Смотрите все сюда внимательно на меня. Я почему взяла экстрасмол, потому что другого размера не было. Стоит оно 70 долларов. Снаружи все синтетика, но подкладка 100% хлопок. И оно потрясающе. Красивое. Посмотрите, у него здесь разрезы в боках. И ткань сделана вот такими вот выжатыми цветами. И рукав без подкладки. И поэтому он такой немножко прозрачный. А само платье, ну, конечно, очень большое декольте. Ну, боже мой, какое же оно красивое. И, боже мой, это экстрасмол. Вы представляете? То есть, ну, прямо я в нем такая стройная, что я начинаю верить, что я могу на себя надевать размер экстрасмол. Оно очень стройник. Правда, что вот черный цвет стройник. И оно такое колонно прямое. Знаете, действительно, действительно, выглядишь в нем очень, прямо очень. А вот ничего в нем нет. Вот просто прямое платье, мешок. Ну, длинное такое. 70 долларов. Дорого по ним буду покупать. Но, но, интересное такое, знаете. Но на выход, но очень такое нарядное. Или отрезать его надо. И, или что, я не знаю. Красивое платье. Жалко, тоже нет кармана. Видите, класс, интересно. Видите, экстрасмол. Опять не наврала. 70 долларов она стоит. И ручкой написано, это значит, что вы вернулись с онлайн-продаж. Поэтому оно одно в магазине. Ну, вот такая вот красивая ткань. И вот здесь вот подкладка, она хлопок. А само, конечно, оно синтетика. Но красивое такое платье. Супер, класс. Очень красивая. Очень красивая расцветка. Рассветка-то черная, но ткань. Очень красивая. Ну, и под конец, девочки, как на любом показе мод, платье невесты. Я вам прям показ устраивала. Вот точно показ мод. Платье невесты в конце. Круизная коллекция Тюнел. Ой, ну правда, что все такое круизное. Отпускное. Вот все вот эти вот льмы, хлопки, джинсы. В общем, такое вот платье. Такие платья. Прям вот круизная-круизная коллекция. Платье французской крестьянки. Прованс. Размер ларч. 60 долларов. Нет, 70. 59 или 69. Не знаю. 100% хлопок, конечно же. Внизу такой валан тоже. Рукавчики вот с этими вот с шитьем. Очень красиво. Просто очень красиво. Просто, ну, живот только надо втянуть. Потому что вот эти резинки, они так подчеркивают брюшко. Тут еще бусы мои выделяются. В общем, короче. Прям очень красивое платье, девочки. Вот нет слов. Правда же? Ну что, ячене? Могут как доходят. Просто шикарно. Шикарно. Красота невероятная. Такая красивая вот эта вот вышивка здесь. Так она хорошо, красиво сделана. И такой фасон. Такой, знаете, прямо, ну, Наташа Ростова на первом баллу. Престарелая. Предстаркуватая Наташа Ростова. Красиво, красиво, красиво. Но, опять же, не белое платье. Только, знаете, не везде его можно одеть. Не всегда его можно носить. В общем, довольно такой, ну, такой. Редко носибельная вещь. При этом не очень дешевая. Но красивая. Покажу вам поближе, чтобы вы видели, как это красиво. Как же это красиво. И валант внизу такой же тоже. Таким же шитьем одела. Сколько оно стоило? 70. Ну, не дешево. Тоже, видите, от руки написано цена. Это тоже изумает. Ой, здесь такая пыль. Sorry. Excuse me. И так холодно. В этой примерочне они, по-моему, включили кондиционер. Чтобы нас заморозят. Чтобы мы долго тут не рассиживались. Красиво. Ну, что, я перемирила по магазинам. Вы все видели. Есть, что было померить. Были красивые вещи. Ну, в общем, H&M как-то тоже стал такой совсем недешевый. По 70 долларов платье, знаете ли. Ну, есть ведь и дешевые льняные, хлопковые за 40 там и так далее. То есть, все зависит от их линейки. У них есть разные линейки, которые, в общем-то... Ну, в общем, короче. Все, девочки, на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы получили удовольствие. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. С вами была ваша Дита из канала. Пока-пока.